Да, у нас напали космонавты из Among Us. Хорошая работа Леон и корабль уничтожен. Что мне делать? Забираем и стараемся пробежать так, чтобы нас не убили. Количество конечностей нашего персонажа, либо 15, либо 6. Все хорошо. Привет всем любителям программировать и их родителям. Сегодня мы запускаем цикл видео, в которых мы будем скрещивать Бравл Старс с другими популярными играми. И все мы это будем делать на платформе Роблокс. А пока мы с вами не начали, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, а также подписаться на этот канал. Готовы к неожиданным боям? Давайте начнем. А перед тем, как мы начнем, у меня есть подарок для тех, кто еще не учится в нашей школе. Если вы перейдете по ссылке в описании, то вы можете записаться на абсолютно бесплатный пробный урок и почувствовать себя настоящим программистом. От вас ничего не требуется. Просто выберите любой удобный день, когда вы сможете позаниматься один час с нашим преподавателем. Ссылка в описании. Для начала давайте подумаем. У нас есть Бравл Старс, у нас есть Эмонгас, и все это на платформе Роблокс. Но для начала давайте поговорим о том, что же такое вообще Роблокс. Роблокс — это целая вселенная, где каждый может создавать свои игры, а также заходить в проекты других игроков. Для того, чтобы создавать игры в Роблоксе, тебе должно быть 10-12 лет, а также должен быть ноутбук или компьютер. А всему остальному мы тебя научим. Я решил, что за основу я возьму Бравлера, который попадает на космический корабль из игры Эмонгас. Его задача — это украсть магический кристалл, который охраняют Эмонгасики. Кстати, если вы знаете, как правильно называются эти персонажи, напишите снизу в комментариях. Мы попадаем на стартовую локацию, и нас встречает персонаж из Бравл Старса, ее зовут Шелли. Над ее головой висит вопросительный знак. Нажимаем на него, и она нам говорит «Привет, Леон». Мы ей отвечаем «Привет, тебе нужна помощь». Да, у нас напали космонавты из Эмонгас. Что мне делать? Забирайся в корабль, ты долетишь до их базы и украдешь их кристалл энергии. Я согласен. Прыгаем в корабль. Здесь находятся телепорты, которые являются аналогом вентиляционной шахты из Эмонгас. Прыгаем в него и идем дальше. Далее наша задача — подобрать вот этот ключ. Данный ключ открывает панель управления, которая находится в другой части карты. Забираем и стараемся пробежать так, чтобы нас не убили. Прыгаем в телепорт и оказываемся на другой части карты. И доходим до панели управления. Здесь нужен ключ, мы его уже подобрали. Как только мы касаемся ключом данных ворот, мы можем подобрать космический кристалл и прыгаем в телепорт, чтобы вернуться обратно на стартовую локацию. Далее говорим с Шелли, что мы все выполнили. Кристалл у меня. Хорошая работа Лион и корабль уничтожен. Я нашел карту Монгас в интернете и решил создать ее подобие в Роблоксе. Сделано это было при помощи инструмента Terrain Editor. Terrain Editor — это инструмент, предназначен для генерации ландшафтов. Для этого мы выделяем вот такую вот область. После этого нажимаем кнопочку Generate для создания генерации ландшафта. В данном случае получилось не очень красивый, но на его примере покажем, как были вырезаны данные отверстия. Для этого заходим во вкладочку Edit, вкладочка необходимая для редактирования нашего ландшафта. Выбираем инструмент Draw, который в себя включает два режима. Это Add и Subtract. Add — это добавляет материал, Subtract — это как раз таки удаляет. Настраиваем толщину нашей кисти и начинаем вырезать отверстия при помощи выбора размера кисточки и кисточки квадратной. И далее вырезаем вот такие отверстия. При помощи этого инструмента была создана эта карта. Космический корабль, модели игроков и много чего другого было взято из инструмента Toolbox. Toolbox — это инструмент, который включает в себя модели, созданные другими авторами, которые очень упрощают жизнь при создании карт в Роблоксе. К примеру, возьмем модельку Эмангасика. В краснике вот она, допустим. Давайте для того, чтобы вы получили пользу от этого видео, я покажу, как создавался диалог с Шелли из Бравл Старса. Шелли в нашем проекте является моделикой. Любая модель в Роблоксе состоит из различных объектов, то есть партов. Также мы эту модельку можем раскрыть и посмотреть, что у нее внутри. Внутри нашей модельки мы увидим один парт под названием Head. Head — это голова Шелли. Все диалоги обязательно должны вноситься в голову персонажа. Для чего? Для того, чтобы у нее над головой появлялся этот вопросительный знак. Сейчас я добавлю дополнительного персонажа и пошагово покажу, как создать с ним диалог. Для создания нового персонажа мы переходим во вкладочку Avatar и выбираем инструмент Rig Builder. В данном инструменте нам предлагают выбрать количество конечностей нашего персонажа, либо 15, либо 6. И также выбрать, кем будет персонаж, либо мужчина, либо женщина. Дальше мы выбираем, допустим, первую понравившуюся кнопку. Мой аватар. И появляется наш персонаж. Для создания диалога мы будем использовать плагин под названием Dialog Editor. Плагин — это дополнительная программа, созданная другими людьми для удобства нашей работы. Для создания диалога во вкладочке Plugins мы нажимаем на плюсик и выбираем Create Dialog. Здесь нас спрашивают, хотите ли вы редактировать ваш диалог. Нажимаем Yes. И у нас открывается вот такое вот окно. Здесь мы видим Initial Prompt, а также Response. Initial Prompt — это то, что будет говорить наш с вами персонаж, самая первая его реплика. Допустим, он пусть будет говорить привет. Response — это что мы будем ему отвечать. Здесь мы выбираем, допустим, привет. Если мы хотим добавить дополнительную ветку диалога, то у нас есть две вот такие кнопки. Add Prompt и Add Response. Add Prompt говорит о том, что мы добавляем реплику нашему персонажу. Add Response говорит о том, что мы добавляем ответ нашему персонажу. Давайте попробуем добавить еще одну реплику нашему персонажу. Для этого добавляем Add Prompt. Здесь расписываем, что он нам будет говорить. Как твои дела, допустим. Далее, чтобы подключить наш диалог, мы должны из этого плюсика тянуть к следующей реплике. И получается у нас выстраивается вот такая вот цепочка. Далее мы должны добавить ответ нашего героя, за которого мы играем. Для этого нажимаем Add Response и прописываем. Все хорошо. Далее мы также соединяем диалог с помощью стрелочки. Для того, чтобы наш диалог заработал, мы нажимаем на кнопочку Save and Exit, что переводится «Сохранить и выйти». Когда мы нажали «Сохранить и выйти», у нас появляется вот такая папочка, которую необходимо перенести в голову нашего персонажа, для того, чтобы над головой у него появился плюсик. Далее запускаемся на карту и проверяем. Подходим к нашему персонажу, нажимаем на вопросительный знак и у нас выскакивает диалог. Привет, привет, как твои дела, все хорошо? Отсюда, да? Да, W, A, S, D. Я тебе мышки буду поворачивать. Ну, давай вот поговорим за диалог типа. Так. А можно, не поговорив, пойти на корабль? Да. Все, пойдем. Просто W нажимай, я уж мышки буду водить. Чувстви, телепортировались. Нам сюда надо сразу. Оп. Сейчас налево нужно будет. Он за нами. Чего? Он за нами сейчас погодится, поэтому... Давай, давай. Оп, забрали. Опс, ну все. Вот такая вот ситуация произошла у нас. Вот такой вот проект у нас получился. Я жду ваших комментариев, что бы вы хотели добавить в этот проект, каких бы вы персонажей хотели добавить и с какой игрой в следующий раз мы будем работать. Если это видео наберет 150 лайков, то мы выпустим вторую часть как можно скорее. А с вами был Рафаэль. Всем пока-пока, до новых встреч.